Вес взрослого льва доходит от 180 до 240 килограммов, а длина тела достигает 3 метров. Самки чуть миниатюрнее, средний вес составляет 140 килограммов, а длина тела короче на полметра. Длина туловища среднего взрослого тигра не уступает длине туловища льва, даже наоборот, он чуть длиннее. Что касается массы тела, то и тут существует разница в 50 килограммов в пользу тигра. Представители амурского подвида еще тяжелее, их вес доходит до 350 килограммов. Итак, кто крупнее, лев или тигр? Выходит, полосатый представитель семейства кошачьих немного обыгрывает гривастого сородича по своим габаритам. А кто сильнее, лев или тигр? Ответ далеко неоднозначный, смотря что считать показателями силы, или характеристики вида, или количества выигранных раундов. Когти тигра более острые и длинные, достигают до 10 сантиметров. У льва когти достигают в длину 7 сантиметров. Так как тигр в среднем тяжелее льва, то значит у него больше мускулатуры. Сила сжатия челюстей у них приблизительно одинаковая, да и убивают жертву они похожим образом, впиваются клыками в шею. Но успех поединка зависит не только от того, кто больше, тигр или лев, но и от тактики ведения боя. Например, удар льва более сокрушительный. С одного размаха он убивает гиену или зебру. Если брать внешние характеристики, то тигр сильнее, чем лев. Но если за основу брать конкретные результаты стычек этих животных, то царь зверей не сдает своих позиций и доказывает, что такой титул получил заслуженно. По своему поведению в драке тигр кажется агрессивнее льва. Он сразу бросается в бой, в то время как лев может вступать в сражение как бы нехотя. Иногда складывается впечатление, что он скорее сначала играет, чем пробует наносить удары. Все дело в их социальной природе. Тигр привык сражаться в одиночку, он знает, что помощи ждать ему не от кого. А лев, который в основном охотится с членами прайда, может по привычке думать, что у него за спиной стоит группа поддержки, готовая включиться в любой момент и поэтому ведет себя менее устрашающе, чем противник. Ответ на вопрос, кто сильнее, лев или тигр, требует фактов и документальных подтверждений, а не только голословных рассуждений. Существует множество реальных видео, где запечатлена схватка двух титанов. Если в двух словах, то вывод такой. Инициатором конфликта выступает скорее тигр, но он отступает после того, как лев показывает, кто хозяин положения. Последний держится более уверенно, да и бойцовского опыта у льва побольше, потому что взрослые львы постоянно дерутся за территорию, а тигр за всю жизнь может поучаствовать в драке всего пару раз. Справедливости ради надо заметить, что есть еще и другая сторона медали. Возможно, тигр убегает не столько потому, что устал или струсил, сколько потому, что больше льва боится ран и не видит необходимости стоять насмерть в бытовом выяснении отношений. Ведь если по раненому льву надо будет отлежаться, то о нем позаботятся другие члены прайда, а тигр может рассчитывать только на себя, и сильные и тяжелые ранения обрекают его на голод. Поэтому он может выбрать отступление. А как вы думаете, кто из них сильнее? На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и посмотрите два предыдущих выпуска.